Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания. Слово гипноз стало модным относительно недавно. Но несмотря на бурный всплеск интереса к этому явлению, обычному человеку известно о гипнозе очень мало. Тем интереснее узнать, что гипноз это достаточно хорошо исследованный медицинский прием, который повсеместно используется для лечения множества заболеваний. Элементы гипноза встречаются и в быту, и на телевидении, и в криминалистике. За гипнозом можно обращаться, гипнозу можно противостоять. Эта книга приоткрывает завесы тайн и делает гипноз доступным и понятным явлением без всякой мистики. Но от этого он не становится менее интересным. Введение. Гипноз. Загадки или факты. Чаще всего гипноз ассоциируется с загадками, мистическими явлениями. Кому-то представляются люди, которыми можно управлять словно куклами. А кто-то вспоминает громкие телесеансы, с помощью которых можно было якобы излечить все существующие болезни. Само слово гипноз гораздо чаще употребляется в обсуждении, когда речь идет о колдунах и экстрасенсах. Истории о преступлениях, совершенных под гипнозом, качуют по страницам газет. Страх перед уличными гипнотизерами мешает заговорить с незнакомыми людьми. Тем интереснее узнать, что гипноз это достаточно хорошо исследованный медицинский прием, который повсеместно используется для лечения множества заболеваний. Элементы гипноза встречаются и в быту, и на телевидении, и в криминалистике. За гипнозом можно обращаться, гипнозу можно противостоять. Эта книга приоткрывает завесы тайн и делает гипноз доступным и понятным явлением без всякой мистики. Но от этого он не становится менее интересным. Глава первая. История гипноза. Гипноз, несмотря на свою загадочность, известен человечеству очень и очень давно. Его практиковали еще в глубокой древности жрецы государства Шумер, о чем сохранились письменные свидетельства. В античном мире гипнотический транс играл довольно-таки важную роль, ведь на его основе строилась практически полностью система пророчеств, которым в те времена придавалось большое значение. Достаточно вспомнить мифы, чтобы понять, как часто обращались люди к оракулам. Между тем использовались гипнотические техники не только посвященными, то есть жрецами богов и оракулами-предсказателями. Историкам известно, в частности, что древнеримского философа Апулея, знаменитого своими произведениями, современники уличили в том, что он гипнотизирует своих рабов, чтобы постараться получить от них предсказания будущих событий. Транс, внушение, гипнотический сон. Все это названия и стороны одного явления. Психические феномены, известные с тех времен, когда человечество жило в условиях родоплеменного строя. Шаманы и колдуны всего мира до сих пор практикуют гипнотические состояния, достигая состояния транса различными способами. Кто-то использует для концентрации ритмические удары и традиционные инструменты. Другие прибегают к помощи психотропных веществ, которые содержатся в различных растениях или грибах. В оккультизме без транса не обходится почти ни один обряд. Возможно, именно благодаря таким способам применения гипноза и создался вокруг этого феномена флер таинственности. В научной же традиции открывателем гипноза и первым в мировой истории психотерапевтом, работавшим с прямым воздействием на сознание, принято считать доктора Месмера. Практически все современные методы, которые используются в психотерапии вместе с гипнотическим воздействием, а также весомая часть психологических техник, связанных с внушаемостью, восходят именно к его трудам и работам, а также основываются на его опытах и экспериментах. Франц Антуан Месмер родился в 18 веке. Он являлся уроженцем города Вены. В 1780 году, во время пребывания в Париже, он впервые в мире выступил с подробной лекцией, где описал свою теорию животных.